Апатит Андрей Малахов. Родился в 1972 году в городе Апатиты. Тележурналист, шоумен, писатель, радиоведущий. Главный редактор журнала «Стархит». Выпускник факультета журналистики МГУ с красным дипломом. Преподает основы журналистики в Российском государственном гуманитарном университете. Автор двух книг. Снимался в кино и музыкальных клипах. В качестве ведущего первого канала работал в более чем 10 крупных телевизионных проектах. Женат. Андрей Малахов в программе «13». 13 минут о жизни и хоккее. Здравствуйте, Андрей. Мы вас, собственно, не зря позвали на эту программу, потому как все прекрасно знают, что вы самый спортивный телеведущий на нашем российском телевидении. Вы как к этому званию относитесь? Ну, это, конечно, лестно, но в связи с изменением в семейном статусе, честно могу сказать, что всегда приходится выбирать либо лишние несколько часов с женой, либо поход в спортзал. Это такая дилемма. Теперь я понимаю, что люди, которые женятся раньше, они, наверное, теряют спортивную форму, потому что они слишком погрязли в семейной жизни. Когда тебе, кажется, свободен, ты можешь пойти в зал в любое время. А так всегда есть компромисс. Сейчас происходит такая интересная интеграция, когда спортсмены, известные спортсмены, в том числе и хоккеисты, активно принимают участие в разных светских тусовках. Это добавляет нашим тусовкам некой пикантности. Вы пересекались с нашими звездами хоккейными на таких мероприятиях? Любое появление наших гимнасток, наших фигуристов и нашего прославленного боксера всегда добавляет, конечно, какой-то шарм не только в Думе, но и если это какой-то показ мод или светское событие. Что же касается хоккеистов, то они, понятно, всегда на сборах, всегда в игре. Но если Саша Овечкин приезжает, то, конечно, девушки Москвы, они все устраиваются в очередь в надежде, что сердце знаменитого нападающего на сборной России будет покорено. Правда, они не знают, что у него есть строгая мама, которая произведет отбор. Селекцию на корню. Селекцию на корню. Конечно, я считаю, что такая пропаганда через журналы, программы, которые бы рассказывали больше о жизни спортсменов, именно хоккеистов, если мы говорим про хоккей, она бы не помешала, потому что таким образом это популяризируется вид спорта. Все знают про футболистов, и как-то футболисты уже поняли законы шоу-бизнеса. К примеру, Юлия Началова. У нее сейчас новый друг Саша Фролов, и понятно, что интерес сразу к клубу, где играет Фролов и к самому Фролову вырос в геометрической прогрессии, потому что он встречается с Юлей. Вообще на Западе целая система выстраивания звезд, там даже специально агенты договариваются, что давайте на какое-то время наш игрок повстречается хотя бы с какой-нибудь молодой певицей или артистом, чтобы вот эта взаимосвязь красивой девушки из Голливуда и спортсмена таким образом привлекает внимание к игре. Всегда, мне кажется, существует два образа любого человека. Образ экранный, образ на льду и образ в жизни. Вспоминаю того же Овечкина, я помню, как он приехал здесь в Москву и не мог попасть в какой-то клуб, потому что его не узнали. В хорошем счете он мог ударом одной левой зайти в лупу, но он по жизни очень скромный парень, поэтому он лучше обзванивает каких-нибудь знакомых. Да, слушайте, нельзя ли сделать так, чтобы меня провели, чем говорить, да вы знаете, кто я, я тут только что помог завывать золото, а вы тут меня в клуб не пускай. Или тот же Паша Буре, который наискромнейший человек по жизни, даже стеснительный в каких-то вопросах. Создание КХЛ для нашего хоккея российского это благо? Конечно, такая структура, которая бы контролировала, которая бы помогала, конечно, нужна и рано или поздно все равно к этому бы пришли. Хотелось бы, чтобы все-таки вот структура, она бы мотивировала талантливых ребят, потому что на сегодняшний день все равно, да, хоккеем можно заниматься только если в семье есть какой-то определенный достаток, да, когда папа может или мама себе позволить, да, машину, водителя, людей, которые будут, если они сами не в состоянии, в 6 утра понятно, что не каждый работающий человек может заниматься всем этим. Я знаю, что был момент, когда у вас в студии на программе собралось гигантское количество талантливых молодых ребят, когда наша молодежная сборная победила на чемпионате мира канадцев со счетом 5-3. Вот когда вы готовились к этой программе, вы наверняка собирали большое количество гостей, которые так или иначе заинтересованы в хоккее и в этом разбираются. Какое на вас вообще впечатление произвели ребята, которые были в студии, и те люди, которые давали им какие-то советы или комментировали их победу? Ну, впечатление от ребят-молодежки, что это совершенно обычные, простые парни. И ощущение осталось все равно такое, что не все могут радоваться за победу. То есть вот у нас это тоже немножко такой российский парадокс, что победила сборная. Из последних сил вырвали эту победу, порадовались. Пусть даже вели себя не слишком хорошо, но все равно, вот давайте, значит, их накажем, давайте отстраним их от учебы в университете, давайте их научим жизни. Как будто бы сами люди не были в возрасте 15 лет и не переживали ощущения победы, когда они с этим кубком на льду кричат «Россия!» и... Да и победа была такая, мне кажется, кричали все, кто находился по ту сторону экрана, не говоря о них на льду. Да, да, о них, конечно. Потому что мне повезло в жизни. Я был во время Олимпиады в Ванкувере на финале по хоккею. Играли в США и Канады. И вот то ощущение, которое ты получаешь, находясь на спортивной арене, то есть увидеть канадский хоккей своими глазами, при этом когда, значит, перерыв, выезжает специальная такая, значит, кабина комментаторов, именно налет, значит, они это все комментируют, прямой эфир, ты понимаешь, что весь мир смотрит сейчас этот хоккей, поэтому энергетика в три раза больше все искрится, при этом однозначают овертайм, потому что счет 2-2. В это время просто, значит, где-то, наверное, 40% американцев, 60% канадцев, все с флагами, с гуделками, с кричалками, значит, и ты в центре всего этого, но могу сказать, что такого адреналина, ну, редко где можно получить. У каждого спортсмена есть такой пик их карьеры, да, или это Олимпиада, когда они выкладываются по максимуму, да, и достигают вершины своего, там, спортивного успеха, или не достигают. Вот если экстраполировать это на вас, у вас уже была вот эта самая Олимпиада, или вот эти вершины только впереди, куда вы стремитесь в этом смысле? Ну, я надеюсь, все-таки, если Первый канал будет транслировать Олимпийские игры, то нас как-то задействует, потому что работая на мероприятиях, имеющих историческую какую-то ценность, это всегда интересно, и в твоей копилке журналиста это всегда какой-то новый, знаете, штрих. Андрей, вы можете согласиться с тем, что сейчас хоккей, вот именно на таком бытовом уровне, это модный вид спорта, поскольку наши бизнес-элиты и политическая элита все стали на коньки и взяли в руки клюшки. Вам бы не хотелось присоединиться к этому сумму? Нет, ну, мой тесть, он с маниакальной страстью играет в хоккей, то есть, понимаете, да, человек из издательского бизнеса, в 50 лет, два года назад встал на коньки, склотил команду в издательском доме, они играют в игры, в турниры, в тренировки в 8 утра, в выходные, в будние дни, в вечернее время, на катки не попасть, то есть, история в этом, значит, все расписано. То есть вас скоро затянет, я чувствую? Ну, он меня еще приглашает в это, единственное, что мой график не позволяет, скажем так, и для меня большая дилемма, либо встать в воскресенье в 7 утра, либо набрать недостающие часы сна. Вот, допустим, у нас сейчас собирается наши играть с немцами. Собственно, страна не самая сильная в хоккейном плане, но, тем не менее, мы ей проиграли в прошлом году. Вот для нас они, соответственно, являются не очень удобным соперником. Мне кажется, вот 8 и 9 мая – это важные числа, потому что как-то наши ребята чувствуют больше ответственность накануне Дня Победы. И есть какая-то вот национальная идея, особенно по тому не майские праздники, которая объединяет всех. Поэтому я очень надеюсь, что вот это ощущение Дня Победы должно придать им боевого духа. Ты смотришь хоккей и вспоминаешь, как играли Крутов, Лорионов, Касатонов, когда вот этот золотой состав сборной Советского Союза. И вот эта игра остается у тебя в памяти. У черно-белого телевизора. И ты все время, конечно же, хочешь получить эти же эмоции, какие у тебя были в то время. И вообще вся жизнь состоит в поисках каких-то повторений, первых впечатлений по жизни. Поэтому вот почему, наверное, нам всем так хочется увидеть тот хоккей или пережить те же эмоции, но сегодня. Андрей, вам желаем новых впечатлений, естественно, эмоциональных, ну а также золота на ваших будущих Олимпиадах. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я все-таки жду золота больше сборной России по хоккею. Поэтому не подведите нас. Спасибо.